Когда ты поступаешь в университет, обычно родители дают тебе установку, что ты идешь в университет, тебе надо получить диплом, ты идешь туда учиться, чтобы с хорошей бумажкой вот этой вот потом пойти на работу, и везде ты будешь востребован. Мне кажется, большинство школьников идут вот с этой установкой в университет. Когда оказывается то, что все вообще по-другому, так это же круто. Сначала я немного расстроилась, что я остаюсь здесь, потому что все мои друзья уехали, кто в Екатеринбург, кто еще куда. Но потом, когда я пришла 1 сентября, увидела своих одногруппников, просто пообщалась с кем-то, с преподавателями, я поняла, что я не пожалею об этом выборе. Чувство того, сколько ждет впереди, потому что поступить это одно, а главное уже что-то непосредственно в университете будет происходить. Очень много воспоминаний, потому что было очень много мероприятий и каких-то и творческих, и как председателя, и как журналист. Наверное, все воспоминания, которые у меня вот тут хранятся где-то, они все связаны с моими друзьями, потому что университет дал мне очень много близких для меня людей. Все, что вот тут происходит, вся вот эта движуха, она мне помогла стать вообще другим, более открытым. И когда я смотрю на себя, какой я был на первом курсе и вообще в школе до поступления, я себя вот сейчас вот не узнаю. Вот даже не могу сказать, что сильнее влияет именно учеба или творческая какая-то составляющая, или личная жизнь, которая протекает во время университета, потому что, наверное, больше всего меняет личная жизнь за пределами универа, потому что ты взрослеешь, это те годы, когда ты школьные какие-то наивные взгляды отбрасываешь и уже по-иному на мир смотришь. Просто поймите, наверное, то, что вы приходите в университет, чтобы провести здесь самые лучшие годы своей жизни. Так вы и проведите их так, чтобы вы их вспоминали как самые лучшие годы своей жизни. Продолжение следует...